книга открытым оком том 21 тема христос есть бог и человек вопрос 3444 почему христиане никогда не реагирует на насмешки над их святынями ставят фильмы искушения христа код да винчи и другу почему христиане почти никак не реагируют на насмешки над их святынями ставят фильмы искушения христа код да винчи и другую мерзость и хулу небось против магомета не станут так высказываться потому что мусульмане могут и убить как пообещали салману руши за сатанинские стихи его на карикатуры на магомета в датской прессе отвечает игнатий тихонович лапкин ученики христа однажды хотели расправиться с целой деревней где не дали место отобедать или ночевать христу евангелие от луки 955 но он обратившись к ним запретил им и сказал не знаете какого вы духа а уж за хулу на бога на закон божий каждый правоверный иудей вступиться просто обязан был книга левида 4 глава 15 16 стихи и сынам израилевым скажи кто будет злословить бога своего тот понесет грех свой и хулитель имени господня должен умереть камнями побьет его все общество пришлесли туземец ли станет хулить имя господне предан будет смерти послание к евреям 10 глава 28 стих отвергшийся закона моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью в указанных фильмах нет ни слова о евангельском христе а есть бред блудодеев о выдуманном блуднике которого они называют именем христа хулители всегда были и и будет еще больше книга откровений 16 глава 9 стих и жег людей сильный зной и они хулили имя бога имеющего власть над семи язвами и не вразумились чтобы воздать ему славу хулит бога не только сквернослов а каждый христианин который нарушает слово божие когда попы бунтует против евангельской проповеди и давят своих кормильцев под себя под свою замшелость они есть явные хулители свободы и творца свободой выбора пророка языки ли а 27 глава 27 стих так говорит господь бог вот чем еще хулили меня отцы ваши порока языки ли 20 глава 27 стих так говорит господь бог вот чем еще хулили меня отцы ваши вероломно поступая против меня под графу оскорбления бога подпадают очень многие солом 49 21 ты это делал и я молчал ты подумал что я такой же как ты изобличу тебя и представы пред глаза твои грехи твои бог терпит всех хулы против бога и они падут на хулителя псалом 67 22 но бог сокрушит голову врагов своих волосатая темя закоснелого в своих беззакониях притчи 26 2 как воробей спорхнет как ласточка улетит так незаслуженное проклятие не сбудется евангелие от луки 22 глава 65 стих и много иных хулений произносили против него первое послание коринфянам 12 глава 3 стих потому сказываю вам что никто говорящий духом божиим не произнесет не произнесет анафемы на иисуса и никто не может назвать иисуса господом как только духом святым как много лишнего на толканом рюкзак от разных безделушек кто очистит не просто от живого отрезать свободу обретя не огорчится без крестика нательного нельзя он память о голгофе подновляет и без очков глаза от яркого слезят и в кошельке лишь рубль да все с нолями у безбородых бритва ни к чему зачем скоблить вчерашнюю щетину мужик ли баба сход не поймут хотя не девка рослая детина ненужная с ревизией отсеять по слову божия сверяя все горшки за речь очищенную кто судить посмеет на корешках хороших добрые вершки не говорю про обезьяний галстук массовскую давку что подменила крестик нормально мыслящему да на кой он сдался не буду защищать петлю хоть треснет нам за евангельскую веру хватиться жить во христе в любви его столь дивной из библии искать святой водицы без человечих выжимок без стены сомнения вытряхнуть и слову доверять во всем до донышка последнего стиха чуть сидя отдохнуть днем позабыв кровать пыль обольщений жизнью чаще вытрясать на благовестия пойти а не на крестный ход запас евангелий с собой брать постоянно быть щедрым так чтобы сегодня в гроб да не зарой а быть щедрым так как бы сегодня в гроб да не зароются таланты в эту яму зла не держать прощать всем налегке с обидами не знаться ревность одолеть тогда без зависти с писанием в рюкзаке мозоли не натрешь хотя бы шел сто лет апрель ой 4 мая 2007 года игнатий лапкин